Девочки, доброе утро! У меня уже следующий день, и я не помню, если честно, на чём я остановилась вчера, где я, в общем, закончила снимать, и сейчас, так как у меня работает пока робот-пылесос, я буду, ну, уходить из комнаты в комнату, чтобы с вами немного поболтать. Сейчас вот у меня, да, уборочка такая небольшая происходит, ну, вернее, как я разобрала, в принципе, всё, то, что валялось вот с утра, Йоланду отправили в школу, я уже подкраситься даже успела, голову не стала мыть сегодня, но ничего, я её, по-моему, вчера мыла, я не помню, если честно. У меня тут ждёт куча белья, куча вещей, которые надо разобрать, я их сушила, в этот раз вот две машинки я запускала, ну, вернее, как я их постирала, но сушильную машину я не запускала, потому что здесь были такие вещи, ну, просто быстро высохли бы, а машинку что-то было мне лень разбирать, собирать, разбирать, ну, в общем, да, у меня иногда бывает, что и в сушильной машине сушу, либо просто на балкон, вот. И пошлите, кстати, я вам покажу, до этого, я не помню, что-то вам частично показало, как я расставила вот декор, то, что я вам показывала в одном из предыдущих видео, несколько видео назад, когда я показывала вам покупки с юзка, и у меня кто-то спрашивал показать в деле, да, это всё. Так что вроде бы я с этим совсем разобралась, пошлите пробежимся по моему дому, и посмотрим, что получилось и какие у меня ещё опять планы нарисовались. По поводу нашей спальни, да, покрывало, как вы видите, не пришло ещё. Я вот вчера к нам приходил, когда мастер, я всё-таки думала вот так поставить кровать, никак не получается, уже и так, и так по-разному посчитали, за счёт того, что здесь вот этот пуфик, да, вокруг идёт, а спальня, как вы видите, сама малюсенькая, то есть здесь стоит только вот этот шкаф, где у меня там полотенце и постельное бельё. Так что, ну, вот единственный выход, что ставить кровать так. Если бы вот этого пуфика вокруг не было, тогда можно было бы поставить ещё, но здесь опять же был бы тоненький, узенький проход, и опять же не можем поставить то, что дверь куда-то должна открываться, закрываться. Так что остаётся так, как есть. Но её вчера отодвинули, она очень, она безумно тяжёлая. Отодвинули, я там пропылесосила сзади, всё, потому что после кота вот этот пух, знаете, прям клочками собирается. В общем, убрались. Итак, заходим в нашу кладовку, где у нас стиральная сушильная машина. Смотрите, как здорово это всё повесили. То есть присверлили эту базу, и она у меня заряжается, то есть вот зарядка идёт прям на базу. И когда мне нужен телефон, ой, телефон, когда мне нужен пылесос, я его просто так беру за вот эту штуку, снимаю, и иду, ну, по пылесосу, да, где надо. Потом я его вставляю в это отверстие, клак, и оно опять заряжается. Видите, как здорово? Прям отличная вещь, что здесь есть розетка. Единственное, нужно придумать вот с этим проводом что-то, здесь какая-то резиночка была, но нужно другое что-то сделать, чтобы это всё скрутить, ну, чтобы не висело просто вот так. А корзина с грязным бельём тоже вот так вот стоит, видите, хорошо. Так, Еландина комната. Говорила вам до этого то, что хотела вешать полки, но видите, как у меня сейчас поменялись планы. Вчера с мамой поговорила, и мы так подумали, решили, что она захламит эти полки, потому что у нас на прошлой квартире тоже были полки на стене, и там постоянно был бардак. Настолько бардак, что там складировались и игрушки, и книжки, и какая-то мелочёвка, то есть всё-всё-всё подряд, и это, конечно же, никогда не разбиралось, а всё, вот эта гора росла. Поэтому, пока она маленькая, я решила не делать ей никакие полки, потому что, когда смотришь вот так вот в зеркало, да, то есть там бы вот этот весь бардак отражался бы. Сейчас вот надо убрать вот бутылку у неё на столе, она ушла в школу, оставила с ночи, поэтому уберу, ну и, в принципе, вот так в отражении порядочек. Ходила, смотрела, что-то у меня где-то стукнулся пылесос. А здесь на полочках у неё также всё и осталось, то есть вот эти постеры, я их оставлю, скорее всего, здесь, вот это вот я что-то тут рисовала. Надо поменять, распечатать какой-нибудь нормальный постер. Ну и здесь вот так вот всё остаётся пока. Вот здесь какой-то хлам у неё лежал, я это убрала. Ну, карандаши она вот вчера рисовала, что-то оставила. Вы не представляете, сколько у неё коробок с карандашами, со всякими фломастерами, всякое вот такое. Здесь какие-то коробки, здесь у неё завалы, здесь я у неё разбирала, разбирала, бесполезно. То есть она что-то вытаскивает, и остальное всё делается бардаком. Поубирала, в общем, немного у неё здесь. Здесь игрушки, это вот лол-чемодан, там все её лолы, лол, куколки. Что-то решала с книгами вчера, вот так они, то есть русские, греческие книжки. И всё это цветное я прикрыла вот такой дощечкой, картинкой. Здесь у неё тоже подставка для книг. Это она что-то вчера тоже рисовала, таблица, которую она учит. Вот, и вот эти вот штуки я перевернула, потому что это, чтобы не видно было потроха. А вообще их нужно менять, конечно же, на белые. Ну, вроде вот так вот более-менее порядочек посмотрится. Итак, из моего нового декора, вот то, что я вам до этого говорила, вот эти звёздочки, у меня их три, и я их вчера сюда повесила. Мне их пристуки, ну, в общем, гвозди вбили, я их повесила, потом мне не понравилось, я гвозди вытащила, и у нас остались вот такие вот дырки. Дырки просто ужасные. И когда нам будут здесь вот кое-что поделать, потому что там из-за влажности, у нас здесь кусок стены, видите, что с ним произошло. Он влажный был. Ну, в общем, когда будут вот это всё заделывать, красить, то заделывают здесь тоже и покрасят. Ну, получается полностью вот этот отрезок стены. А корзина эта, она у меня стоит, прижилась тут вот под столом. Там у меня лежит такой агрегат для упражнений. Но я вообще туда складываю, знаете, не постоянно что-то храню, я туда скидываю, когда что-то куплю, не знаю, куда засунуть, сюда скидываю, скидываю, чтобы она не валялась, где попала. А потом разбираю. Очень удобно, кстати, вот иметь такое место, такую корзину, куда вы можете скинуть весь хлам, а потом это всё постепенно разобрать. Эту большую картину я не стала уже вешать, мне она нравится на полу, потому что, когда, знаете, или снять видео, или там сфоткаться, то есть её можно поставить, её можно отодвинуть, переставить, то есть она у меня такая огромная, и она на полу очень-очень даже хорошо смотрится. Я ждала, когда у меня пропылесосит, пылесос, робот, подзарядила немного камеру, и в это время решила помыть пол на кухне, протереть пароочистителем, потому что им очень-очень быстро, очень легко, без возни, вот знаете, с водой и так далее. И в итоге протёрла пол практически везде, ну не так, чтобы прям вот в углах, да, но вот где ходим, там я протёрла. Очень быстро, мне, правда, сейчас немного жарковато, но пароочиститель это просто супер вещь для такой, для и глубокой уборки, да, и для очень быстрой уборки, потому что паром вся грязь пола убирается прям на раз-два, так что я очень довольна. И да, сейчас вот мы как раз в гостиной в нашей, и давайте покажу, что мы в итоге сделали здесь тоже вчера. Итак, вот здесь вот, где наша прихожая, мне вырезали вот такую решётку для проветривания моей гардеробной, потому что я вам рассказывала, то что здесь вот такой, если не проветривать, то запах, конечно, ну такой застоявшийся получается. Вон она, здесь её не так сильно видно, но знаете, как будто так и должно быть, то есть очень хорошо получилось. И Йоландины вот эти постеры я поставила, ну которые два, которые ей никуда не влезли, да, у неё в комнате, я поставила их у меня здесь, зеркальце тоже здесь так и оставила, я его попримеряла по стенам, ну в общем, нигде оно мне не подходит, нигде не нравится, и тоже не хочется захламлять как-то, поэтому здесь оно у меня классно стоит. Вот, такие дела. Здесь вот, где бижутерия разная лежит, нужны коврики специальные, вот я уже посмотрела, надо всё-таки взять их и что-то получше организовать в этом ящике. С одеждой у меня до сих пор бардак, потому что у меня вешалки не поменены. Я докупала вешалки, плечики уже не знаю где, вот некоторые похватало, вот это вот у меня новое, то, что ещё висит, и у нас ещё вроде как жарко, и то есть летние какие-то вещи, и осенние уже пришли, да, вот то, что я покупала, и здесь тоже и летние, и осенние, и вот это вот осеннее всё я ещё не разбирала, не вытаскивала, надо, в общем, у меня и купальники. Пока вот такой, знаете, межсезонье, в перемешку всё. Надеюсь, скоро похолодает, и я всё это заменю на осеннюю одежду. Ещё вот эта картина, которая у меня стояла на столе здесь, тоже повесили. Вот так висит она над цветком. Ну, то есть я подбирала такую высоту, чтобы, если, допустим, я уберу цветок и поставлю что-то другое, то всё равно будет хорошо смотреться. А с этой стороны вот эти два постера до синего так и висят. Там уже бардак, он сказал, сегодня разберёт. А здесь на столе оставила только одну вазу с такими веточками. А вот эти штуки я вам, по-моему, уже показывала, что на камине они у нас стоят. Вот эту звезду тоже я хотела повесить на стену у меня в офисе, но поставила её обратно сюда, потому что... Ну, потому что она у меня здесь уже тоже привыкла. Думали ещё повесить вот эти звёзды на вот эту вот трубу, типа дымохода, да, но не стали вешать, потому что я не хочу лишних дырок делать, и вдруг надоест или ещё что-то. В общем, решила оставить так. Так, пришли у меня долгожданные ботинки с магазина Цакирис Малас. Это греческий магазин. В общем, там разные-разные и дорогие бренды продаются, ну, достаточно дорогие, и подешевле что-то. Я их ждала месяц. Я их отслеживала каждый день. Я два раза писала имейл, чтобы, ну, когда придут они, потому что там было всегда, что скоро появятся, скоро появятся. В общем, они только появились, мне пришла почта, и я сразу же их заказала. Но думала, покажу вам в этом влоге, но не хочу уже вместе с домашними делами смешивать что-то из одежды. Так что в следующем видео с одеждой, с покупками, вот что-нибудь такое. Ну что, девочки, пойду я сейчас, наверное, приготовлю что-нибудь поесть быстро, потому что Йоланда придется в школу уже скоро, и ей буквально, у нее есть полчаса поесть, переодеться, там, я не знаю, сходить в туалет. И она у нас сейчас ходит в одну школу, знаете, как... В общем, у нас была раньше учительница, к нам приходила, домашнее задание с ней делала, потом я сама с ней делала, ну, вот в этом году. Но в итоге все-таки греческий язык мне все равно это не мой язык, и мне это трудно, то есть объяснять что-то, и она тоже не все может понять из заданий. И, в общем, есть такие школы, у нас вот в городе их две, называется Милети, девочки, если кто в Греции, то знаете, имейте в виду, есть такие, как Франтистирио, ну, как дополнительные занятия после основной школы. Милети называется, где дети делают домашнее задание. У них там есть и преподаватели тоже, которые им и помогают, и, ну, то есть и проверяют, то есть они уходят оттуда после двух часов уже готовы. Мы платим, получается, 140 евро в месяц, это... и они там по два часа, кстати, каждый день, и получается час стоит 3 с чем-то евро, то есть это очень так дешево, но в месяц нужно рассчитывать на 140 евро, поэтому я в месяц на Йоланду уже отложила деньги, например, чтобы заплатить за вот эту школу с домашним заданием, 140, потом английский 65, и акробатика 25 у нее в этом году, потому что в том году была 30, поэтому на ребенка нужно отдельно откладывать деньги, то есть отдельно иметь бюджет, помимо еды, одежды, игрушек, развлечений каких-то. Да, нужно это тоже иметь в виду. Так что иметь деток — это дорого. Девчонки, кто живет в Греции, кто ходит, у кого детки вдруг ходят в такие центры, где делают домашние задания, напишите мне, как вам нравится, деткам нравится, не нравится, то есть очень интересно. И, кстати, девчонки, кто живет не в Греции, а в других странах, напишите мне тоже в комментариях, мне очень интересно, в ваших странах есть ли такие центры, где дети делают домашние задания после школы и приходят домой уже готовые к следующему дню. Все, сейчас с вами прощаюсь, пойду готовить, буду потом монтировать этот влог. Если вам понравился такой влог, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, а мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока и до новых встреч!